Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях политолог Аслан Рубаев. Аслан, здравствуйте! Здравствуйте, Нонна! Аслан, по трехсторонним договоренностям, заключенным между Россией, Арменией и Азербайджаном, российские миротворцы должны были контролировать армянскую часть Карабаха, скажем так. Но после вот этой однодневной войны контроль над всем Карабахом переходит к Азербайджану. Что теперь там будут делать российские миротворцы, какие сейчас у них получаются функции, с учетом того, что мы видим, что сами армяне Карабах массово покидают свои дома и уезжают? Это хороший вопрос, и, казалось бы, этот вопрос на поверхности лежит. Наверняка получается так, что функция миротворческая российского контингента уже отмерла, то есть он уже не нужен. То есть необходимость, как я понимаю, в миротворческом контингенте Российской Федерации в регионе уже нет. Это, в принципе, на самом деле его функции не особо была ясна последние года три, как мне кажется. Потому что какую задачу он должен был выполнить в первую очередь? Это не допустить войны. Но война, к сожалению, произошла. Поэтому все, что касаемо российского контингента миротворцев, это очень удобная такая история для битья. Ее пеняют в Армении, пеняют на Западе, пеняют в Азербайджане, потому что мы увидели, как отнеслись к нашим миротворцам. И только никто не понимает их сути главной. Не допустить войны, не допустить большой войны. Но что может сделать миротворческий контингент, когда крупные политики во всем мире были заинтересованы в этой войне? Крупные силы. Миротворцы, конечно, ничего не могли сделать. Поэтому в данном случае я думаю, что миротворческую миссию Российской Федерации в Карабахе, которая уже, насколько я понимаю, с 1 января 2024 года не будет уже существовать, потому что уже подписаны ряд документов, которые поставили крест на Карабахе, значит и миротворческий контингент России тоже должен уйти. Но закончат ли это войну, когда та необходимая инфраструктура и коридоры, и Сюник еще, в общем-то, не взяты под контроль Азербайджана, это оставляет очень серьезный топор в воздухе. Не будет ли это следующей войной? Потому что уже ряд экспертов пророчат, что зимой, многие говорят весной, может начаться крупная война. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы российского контингента там не было, потому что он может попасть под раздачу. И тогда России нужно будет вступить в эту войну. Понимаете, проделано очень тонкое... А как же союзнические отношения с Арменией, ОДКБ? Вот смотрите, когда мы несколько лет назад в разных программах, и в частности я говорил о том, что приход нескольких фондов Сороса в Армению, очень странные высказывания Пашиняна выходили в публичное пространство Армении и транслировались армянскому народу, было сразу понятно, что это технология цветных революций задействована, технология мягкой силы. Была сделана очень четкая работа по, скажем так, смыслам, которые внушили армянскому народу. Появились, откуда ни возьмись, огромное количество журналистов, которые транслировали идею о том, что Россия предает Армению, Россия на стороне Азербайджана. Да, вот сейчас мы слышим лозунг как раз-таки в Ереване, что Россия нам больше не нужна после потери Карабаха. Да, что чуть ли не Россия, в общем-то, развязала эту войну для того, чтобы сыграть со своим ближайшим союзником Азербайджаном. Проделана работа, очень тонкая работа развязывания конфликта. Мы сейчас можем наблюдать, бенефициаром этого конфликта выступил Пашинян, потому что он, с одной стороны, отработал по методичке, он не готов был защищать Карабах, он не готов был защищать Армению, и он апеллировал к международному праву, он взывал к Западу, забыв, что Россия разработала дорожную карту заморозки этого конфликта. И катилось бы все это 30 лет, как катилось. Мы бы не выиграли, ну и не потеряли бы ничего, да, глобально. Теперь мы потеряли, погибли люди. Ну, как для меня, для политолога, беда в том, что погибли люди. И с той, и с другой стороны, это недопустимая история. Беда еще одна, это то, что теперь почти 150 тысяч жителей, должны уехать со своих домов. Об этом мало кто говорит, но они должны покинуть свою родную землю, могилы предков и куда-то деться. Куда они должны деться? Как люди должны уехать со своей земли? Мы, конечно, слышим обещания со стороны Азербайджана о том, что они могут остаться и так далее и тому подобное, но уже никто не останется. Форма уже изменилась, и им нужно принимать другие реалии. Мы же видим, что они сейчас стреляют по церквям. Будут стрелять по церквям, будут происходить какие-то провокации. Конечно, не Алиев будет в этом замешан. Но мы должны понимать, что 30 лет Армения и Азербайджан существовали во взаимной ненависти друг к другу. А теперь случилась война. Примирить уже там ни российская миротворческая миссия, ни Запад. Никто не в состоянии эти два народа уже не примирить. Поэтому я думаю, что если мы подытожим, и теперь уже с высоты птичьего полета, мы видим, что история будет продолжаться дальше. Пока Пашинян будет в политическом пространстве Армении, ни о какой субъектности и территориальной целостности Армении мы не можем говорить. Он показал себя. Он отказался публично от Карабаха. Он отказывается от союзнических обязательств перед Россией. Он своими высказываниями всячески девальвирует ОДКБ, называя эту структуру неэффективной. То есть он говорит, что ОДКБ должно воевать за Карабах, при этом он признает территориальную целостность Азербайджана и говорит, что все должны воевать за Карабах, но Армения не должна воевать за Карабах. То есть получается, за Карабах должен воевать Лукашенко или Такаев, но только не Пашинян. Вопрос, кому тогда нужен Карабах, ему или нам. Хорошо, он потерял Карабах, считаю, что это его личная потеря. В этом виновата теперь получается Россия, по его мнению. И теперь все средства массовой информации в Армении, с большим сожалению, надо сказать, будут работать по этой повестке, которую разработали американцы. А это все очень умело укладывается в стратегию огненного кольца или пояса нестабильности вдоль российских границ. Обратите внимание, мы сейчас можем наблюдать хоть в одной стране, кроме Белоруссии, постсоветского пространства, устойчивый режим, который конструктивно нацелен на диалог с Россией. Кроме Лукашенко никто. У нас в Молдавии проблемы, у нас проблемы в Казахстане на самом деле, у нас проблемы в Таджикистане, в Киргизии, теперь в Армении. Я не считаю, что у нас все гладко в отношениях между Россией и Азербайджаном. Я бы хотел вас спросить, отношения сейчас между Россией и Арменией находятся в глубоком кризисе? В глубочайшем кризисе этих отношений уже, понимаете, сейчас вот надо сказать тоже, наши отношения стремительно летят в пропасть. Вот как можно сделать так, чтобы обеим сторонам, чтобы вернуть в привычное союзническое русло? В одной из двух сторон должен смениться политический режим, потому что совершенно очевидно, те оскорбления, которые шли из Еревана в Москву, они откровенные подставы, я бы сказал, истерики Пашиняна. Будет это саммит ОДКБ или трехсторонние встречи, обвинения России, непонятно в чем. Мы сейчас не в лучшем периоде наших отношений. Я думаю, что у вот этой политической элиты современной Армении, которая, давайте скажем, плотно завязана с Западом, потом еще нужно провести расследование самого Пашиняна, своего, там, американской истории любви и так далее. Мы увидим то, что протесты в Армении будут набирать обороты, и в Армении произойдет, наверное, первая в истории антиоранжевый митинг, когда армяне получат власть. Армянский народ, который должен получить власть, должен обрести субъектность и должен, в общем-то, стоять на страже своей республики. Мы сейчас видим катастрофу и трагедию. Пришли люди, как в свое время пришли в Советском Союзе у нас. Понимаете, Горбачев со своей бандой затеял перестройку, Советский Союз рухнул. Вот Пашинян пришел к власти, затеял непонятную игру, Армения потеряла субъектность. Срочно Армении нужно выходить из пике. А выйти можно только одним способом. Либо революционным способом. Народ Армении его свергнет. Он бандит, он пришел, кстати, тоже нечестно к власти. Нечестно к власти. И еще и на какие деньги надо тоже решить этот вопрос, узнать все детально. Поэтому я думаю, что есть в Армении. Это очень древний народ, это очень мудрый народ. Они найдут человека, который выведет их из этого кризиса. Армении талантливейший народ. Я не верю, что в Армении нет сегодня людей, которые способны занять кресло премьеры, занять парламент. И эти люди не выведут страну из кризиса. Там есть такие люди, нам нужно просто дождаться. Армения сейчас в плену западных методичек, центра ЦРУ. И я думаю, что мы потеряем Армению только в том случае, если мы будем сегодня бездействовать. Нам тоже нужно работать. Нам нужно сейчас, России нужно сейчас бороться за Армению. Не закрывать перед ней дверь, а именно открыть и всячески взрастить там новых политиков или на кого-то поставить. На проармянские силы внутри республики. А такие есть. Вот говоря о Западе, страны Запада, они приняли довольно-таки такую удобную позицию по отношению к вопросе Карабаха и Армении. С одной стороны, они заявляют, что да, необходимо обеспечить безопасность армян, что они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. США вот недавно заявили, что применение силы Азербайджана в Карабахе неприемлемо. Но после этой однодневной войны, по сути, никаких, кроме слов осуждающих, никаких действий не последовало. Вот как вы думаете, какую задачу решают западные страны сейчас в Армении и в вопросе Армении и Азербайджана? Ну, вопрос тоже хороший, но я бы не стал говорить о западных странах. Потому что мы понимаем, что западные страны лишены возможности принимать суверенные решения, любые решения. И явный пример тому, желание Макрона сначала включиться в решение этого конфликта, потом, вероятно, у него произошли какие-то консультации с Западом, по его мнению, с Западом, с Соединенными Штатами Америки. Ему дали понять, что ты посиди в сторонке, там сейчас мы решаем, что и как. И Макрон быстренько, скажем так, прекратил осуждать Азербайджан и, в общем-то, умолк. Франция замолкла. Единственный такой был флагман, наверное, в Европе, который поддерживал Армению. После консультации с Вашингтоном все прекратилось, вся защита Армении прекратилась. А если мы говорим в целом о коллективном Западе, включая Соединенные Штаты Америки, они свою задачу выполнили. Они сделали все для того, чтобы... Вы понимаете, нужно понять одну простую штуку, которая происходит. Это ведь было противостояние коллективного Запада с Россией в этом регионе. Будет это Азербайджан или Армения, это просто поле, где происходила свадка. В данном случае сегодня мы должны сказать, что Армению стараются сделать флагманом западных идеалов на Кавказе. До этого была Грузия. В Грузии сейчас другая власть. В Грузии сейчас прогрузинские силы. Это грузинская мечта. И так далее надо всячески уменьшить влияние Вашингтона на регион. В Баку все сложно. Там хозяина два, Алиев и Эрдоган. Остается Армения как единственный центр, где можно проводить антироссийскую политику. И сегодня это, мы видим, успешно происходит. Задачи-то были следующие. Мы говорили о них. Это сдать Карабах. Я говорил, это можно посмотреть в любом интервью несколько лет подряд. Что он сдаст Карабах, он выведет миротворческий контингент и отдадит Армению от орбиты в ряне России. Потому что это задача, которую поставили американцы. Карабах сдан. Об актуальности миротворцев сейчас говорить уже не приходится. И скажите мне, пожалуйста, разве население Армении сегодня благосклонно относится к России? Пройдет еще пару месяцев, еще несколько выйдет статей, еще несколько будет приемов информационной войны. И в Армении подойдут уверенные люди к тому, что во всем виновата Россия. И мы потеряли Армению. А значит, американцы выиграли. В очередной раз они играли в долгую стратегию, долгой игры. Она у них произошла на пять в плюсах. Им можно поставить пять. Наши враги опять победили. Только теперь проблема в том, что мы потеряли, Российская Федерация, зону традиционного влияния в лице Армении. Что мы теперь должны делать, я не знаю. Произойдет ли сегодня в Армении антиоранжевая революция? Я думаю, произойдет. Я уже когда-то говорил, что им остается месяца два этому режиму. Если армяне хотят и дальше потерять Сюник, если армяне хотят быть снова разбросанными по всему миру, и не дай бог эта война перекинется уже на юридические земли Армении. Но вот официальный Азербайджан заявляет о том, что необходимо открыть так называемый Зангизурский коридор. А это уже опасно. То есть Азербайджан показывает, что, понимаете, это ведь все, это как акула, которая почуяла кровь. Резли она остановится, когда ему в спину дышит Алиев, то есть Эрдоган Алиеву, и говорит, он же его ведет. Я не знаю, в Москве как оценивают это отношение, что у нас хорошая дружба с Баку, или то, что у нас там с Турцией на данном этапе все в порядке. Я не знаю, на что рассчитывает российский МИД, но то, что мы сейчас проиграли на Южном Кавказе, для меня лично это абсолютный факт, что это проигрыш России. Включаться в этот конфликт нам стоило и не стоило, это тоже большой вопрос. Потому что, обратите внимание, для нас это ловушка так или иначе. Для России это тоже в какой-то степени потеря союзническая? Она в любом случае была бы потеря. Потому что, смотрите, если бы мы заступались за Армению, мы бы начали воевать против Баку и Турции. Если мы не вступаем в эту войну, рано или поздно она все равно придет к нам. Нам там придется столкнуться. Вряд ли с Баку, но, скорее всего, с Турцией. Мы столкнемся. Я уже это вижу, и я боюсь, что в ближайшие несколько лет нам в любом случае придется столкнуться. Если дальше пойдет вопрос о взятии под контроль Зангизурского коридора, и где Россия просто промолчит, промолчит, потому что эта инфраструктура для нас крайне важная. Эта инфраструктура важна и для Ирана. Это утверждение в регионе Турции. Но это возможно, такой прогноз? Я думаю, возможно. Вот тогда что мы будем делать? И здесь уже мы помним заявление МИДа Ирана, что они этого не потерпят. А значит, Иран включен в этот конфликт. А значит, идем дальше. В этот конфликт так или иначе будет включен и Израиль. У него, напомню, одни из самых лучших... Иран будет против Израиля, Турции и Азербайджан. А Турция и Азербайджан против России. Получится так. Разве кто-то от этого может выиграть? Это региональная война. То есть, если будет нападение на Армению, получается, ОДКБ должны включиться? Если будет нападение на Армению, и армянские власти обратятся к ОДКБ, то ОДКБ должно как-то вопрос этот решить. Тут уже нельзя апеллировать тем, что это непризнанное... Да, мы же понимаем, что если мы говорим ОДКБ, то это в основном силы России. А как Россия должна туда включиться, когда у нее фронт пол-три тысячи километров в Европе? Вот это очень серьезная история. Нередко мы наблюдали, что большие войны начинаются как раз-таки с маленьких стран. Большие, мировые. Я не знаю, хватит ли мудрости всем политикам выйти из этого ужасного, тяжелого положения, в котором мы сейчас оказываемся. Но перспективы того, что мы видим, и то, что было, можно сказать, то, что было, это было еще, скажем так, цветочки. А вот ягодки впереди. Вот что теперь будет дальше? Как теперь будут развиваться события далее? Остановится ли Алиев? Возможно, даже он и хочет остановиться. Может, он уже и победил. Но остановится ли Эрдоган? И управляем ли он на сегодняшний день? Когда надо сказать, что Москва в так называемой изоляции, как нам ее называют на Западе, да, все, что мы в изоляции, у нас сегодня не хватает активно. Давайте признаем, что у нас не хватает ресурсов и политических доводов доэскалировать любой конфликт. Москва устранилась на время, потому что никто не услышал наших доводов. Но устранились, устранились, а конфликт-то не разрешен. Ну вот смотрите, когда я помню, Россия начала свою спецоперацию на Украине, мы просто не успевали следить за потоком сообщений, как одна компания за другой уходили с российского рынка. Эти пакеты санкций бесконечно наваливались просто. Сейчас официально все же признают, признают азербайджанскую агрессию, признают нападение, признают этническую чистку. Но получается, если брать международные нормы, то сейчас идет полное, просто тотальное нарушение всех международных норм. Но по факту мы не видим никаких санкций, никаких действий, никаких рычагов давления на Баку. Неужели этот тандем Азербайджан-Баку, Азербайджан и Турция сейчас на мировой международной арене играет такую весомую роль, что в адрес них их не трогают, не предпринимают никаких действий? Почему? Две причины есть. Во-первых, смотрите, все-таки глупо говорить о том, что, глупо было говорить, что Алиев не мудрый политик. Он очень мудрый политик, он очень опытный, и он, будучи управленцем Азербайджана, так если его назвать, он проазербайджанский президент. У него, я думаю, есть свои рычаги, свои агенты влияния в любой европейской стране, в любой абсолютно. У него есть хорошая репутация, на самом деле, опытного, мудрого политика. У него вредстательные показатели развития своей республики. Так вот, если мы с вами. Алиев может влиять на Запад? Я думаю, что для Запада Алиев серьезный игрок. Все-таки давайте будем говорить о том, что страна располагается на очень выгодном, вот этом Каспийском регионе. Там есть нефть, там она представляет интерес. Азербайджан представляет интерес для Израиля, например. Азербайджан представляет интерес для Турции. И в целом для Европы. А во-вторых, почему не ввели санкции? А потому что Азербайджан сделал все быстро, за один день, по факту. Они очень быстро взяли под контроль все территории. Пашинян сказал, ну окей. А санкции можно сейчас ввести? А смысл? Европа уже счетпала резерв санкций в отношении России. Ну как, для того, чтобы Алиев дальше не предпринимал? Не будут этого делать европейцы по еще одной причине. Потому что все то, что сейчас происходит, укладывается в американскую доктрину. Потому что Азербайджан так или иначе сыграл в пользу Америки. Зачем его наказывать, если он сделал то, что нужно было сделать? Если благодаря этой однодневной войне Армения еще приблизилась на один шаг к отрыву от России. Зачем наказывать-то? Ну вот смотрите, хорошо, если говорить о том, что сейчас нет смысла, азербайджанские пограничники, они по дороге Карабаха, когда из Карабаха едут в Армению, задерживают армян. Они на свое усмотрение. То есть они предъявляют им какие-то обвинения, арестовывают по каким-то причинам, которые, ну вот они сами приходят к какому-то вот выводу, что надо арестовать по этой причине. Рубей Вартанян вчера был арестован. Его задержали, арестовали на 4 месяца. И обвинение предъявлено финансирование терроризма. Вот получается, что Азербайджан сейчас, грубо говоря, самовольничает в этом вопросе тоже. Ну вот начнем с России. Россия может как-то повлиять на то, чтобы люди могли хотя бы спокойно покинуть свои дома? Я думаю, да, смотрите, как и в любой армии, там есть солдаты, есть отбросы. Давайте будем назвать вещи своими. Есть отбросы, радикалы, которые будут устраивать провокации по типу расстрела наших миротворцев. Есть те, кто... И оставаться безнаказанными. К сожалению. Но вроде как нам скажут, что они наказаны, будем надеяться на то, что они наказаны. Будем надеяться, что каждого из них накажут, и чтобы хорошо их передать нам, чтобы мы наказали. Вот это было бы, мне кажется, лично справедливым. Россия может взывать, но Россия же сказала, что это дело их глубоко, дело Азербайджана и Армении. Мы от этой истории устранились. Азербайджан показывает красивую картинку. Я надеюсь, я верю в это, что оно так и есть. Когда они помогают хлебом, водой, сладостями. Я очень хочу верить, что так и есть. Так оно есть на самом деле, что Азербайджан... Сначала убивать, потом давать печенье. Ну, стратегия чисто азербайджанская. Мы видим, что конфликт уже произошел. И, к сожалению, победителей не судят. Может, к счастью. И сегодня надо сказать одну очень для нас, как для России, печальную вещь, что мы не работали долгое время с регионом. Полностью, в целом, с регионом по советскому пространству. Мы почему-то считали, что это зона нашего влияния, что все хорошо, что регион без России не справится. А политики в регионе выстроили жизнь по-своему. Али выстроил жизнь, как он видит. Такаев, как он видит. Например, Лукашенко выстроил, как он видит. Но никто не вкладывал в ума, например, как это делают американцы. Никто не создавал НКО, никто не создавал средства массовой информации, не выводили в публичные пространства журналистов, политиков, блогеров, актеров, не снимали фильмы, не давали театры. Мы не работали с технологиями софт-паура. Вот мы теперь получили то, что мы получили. Мы не работали на позитивный имидж России. Мы не забирали студентов на практики в Москву, обменные, где могли бы их программировать в нашу орбиту влияния, запускать их политическое пространство любой страны с тем, чтобы они были нашими, даже, ну скажем так, непрямыми агентами российского влияния. Мы этого не сделали. Но это сделали американцы. Представительно, вот на примере Армении мы это увидели, как это все сработало. На примере Азербайджана мы видим, что происходит там, например, у них. Поэтому есть ли у России сегодня ресурс? Я боюсь, что любые доводы России сегодня, они, как мы видим, не работают. Россия потеряла авторитет, как сильная держава. Я даже уже вижу, что, к сожалению, мы более и не региональная держава даже. Мы просто Российская Федерация, государство, имеющее ядерное оружие, которое, надеюсь, никто никогда не применит. Вот и все. Сегодня мы видим то, что мы видим. Чтобы стать мощной региональной державой, нужно было СВО провести за три дня, как говорила госпожа Симанин. Вот тогда мы были бы сверхдержавой. А мы на выходе имеем то, что мы имеем. Поэтому мы и сегодня отличаемся, допустим, от того же Азербайджана, который объявил, сказал, что за сутки. И за сутки. Все. И смысл вводить в адрес Баку санкции? Кто от этого выиграет? Только проиграет. Ну как же, все же заявляют о том, что есть международные нормы, международные права человека, защищение безопасности, погибшие, раненые, задержанные. Правильно. А вспомните Ливию, Сирию, Рак, когда американцы туда вторглись, беспощадно снесли легитимные правительства, уничтожили кучу людей. Международное право сдохло, к сожалению. Эта лошадь кончилась, несите следующее. Нет ни международного права, ни ООН, никакого права больше нет. Мир выросла региональность. Понимаете, вот геополитики, политологи это хорошо знают. Выросла региональность. Раньше был уверенный биполярный мир. Теперь посмотрите, Турция играет свою роль. Вот какие дальше у Турции планы по Армению? Я думаю, что мечта Эрдогана, конечно, чтобы не было Армении вообще никогда в жизни, но здесь у него ничего не получится. Армяне будут, потому что они столетиями были и будут. Конечно, его задача демонтировать Армению, сделать максимально некомфортную их жизнь. Но он наткнется на очень серьезные трудности, на очень серьезные. Он может наткнуться на войну. И готов ли идти на это Эрдоган, готов ли Запад сегодня развязать войну в Каспийском регионе, на Южном Кавказе, в которую будут вовлечены Иран, Израиль, Россия, Турция, Армения, Грузия, Азербайджан. Но это мировая война. Возможно, с применением ядерного оружия. Я не знаю. Только у Малишона может на это пойти. Поэтому я должен политики очень-очень-очень подумать. Я бы на месте Алиева объявил этой победой, сделал бы праздником у себя в республике и сказал все. Я бы прекратил заигрывать с Эрдоганом. Все, ты победил, остановись. Потому что уже все. Не знаю. Я бы лично сделал так. И не слушал бы более никого. Потому что пока у него хорошее отношение с Москвой, хорошее отношение в мире в целом, позитивная картинка, и он не воюет, он победил. Больше не нужно никуда дальше идти. Спасибо большое. У нас в гостях был политолог Аслан Рубаев. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин